Царю Небесный, давайте, по-моему. Истинный от всяких смех, и спаси блажен души на вашем. Господи, благослови наше занятие по слову Твоему, прямой с нами и в этот благодатный вечер. Не дай нам уклониться ни направо, ни налево от истинного понимания Божественных слов Твоих. Благодарим Тебя за тех толкований, за тех людей, которые сохранили до сего дня это толкование. И мы имеем возможность его читать и пользоваться. Хвала Тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух, Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа, Аминь. Второе послание к Коринфянам, 3 глава, 14 стих. «Но умы их ослеплены, ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом». Толкование. «Ослеплен, — говорит, ум их, и потому не те, которые тогда жили, не видели, не те, которые теперь живут, не видят, как ослепленные и имеющие на лице Моисеевым тоже покрывало во время поверхностного чтения закона». Ибо Христос называет закон Моисеем как в следующем месте. «У них есть Моисей и пророки», Лука 16, 29. «И не открывается им, не познается ими, что Христос имел отменить Ветхий Завет». «Итак, их заблуждение есть заблуждение ума, потому что ослепление есть грех ума». «Не удивляйтесь, — говорит, — что иудеи не могут видеть славы, славы закона. Если бы они видели славу закона, то видели бы и славу Христову, ибо слава закона составляет обращение ко Христу». «Где же сказано, что закон отменен будет Христом?» Там, где говорится, «Пророка воздвигнет тебе Господь Бог твой, его слушайте» Второзаконие 18, 15. «Итак, когда повелевается слушать Его, а Он отменил субботу, обрезание и все прочее, то выходит, что об отмене это и дал повеление сам закон. Кроме сего, тем, что велено приносить жертвы в одном храме, а Христос разрушил его, не отменяются ли жертвы совершенно? И. «Ты священник вовек по чину Милхаседека», в Солом 109, 4. Также. «Жертвы и приношения ты не восхотел», в Солом 39, 7. «Все это составляет отмену закона». Вопросы? Кого есть, задавайте. Да, если разрешите, про субботу. Все-таки про субботу. Как-то написано было, отменил и субботу. У нас везде, в том числе, даже у нас в храмах батюшки говорят, что суббота у нас никогда не отменялась, и субботу мы так же почитаем. Поэтому по субботе хотел бы немного уделить внимание. Спасибо. Пожалуйста. Суббота прообразно указывала на воскресенье. Да, все верно. Это заветняя суббота, а сегодня у нас день воскресенье. Да, это я понимаю прекрасно. А что непонятного там? Ну что, два дня, один день, как чтуют сейчас? И два дня, и один день. Кто как чтит? Вот на этом вопросе. Вечернее богослужение, то есть день начинается с вечера. Нет, это тоже я понимаю. Что две службы, вечерняя и утренняя? Не-не, что, грубо говоря, 48 часов почитается теперь. Не 24 часа в неделе почитается Бога, а 48 некоторые так считают. Кто так считает? Которые почитают и субботу, и воскресенье, то есть два дня. Ну кто некоторые, кто, как это называют? Некоторые патюшки или православные? Они говорят, ну они как говорят, что нужно ходить и так, и так, то есть и в субботу, и в воскресенье, что, конечно, и хорошо. Но те же коленопреклонные, коленопреклонения, те же самые, у нас же везде идут догматы. Там же 1-й Севернский собор, это 20-е правило, 6-90, 6-й Севернский собор. Говорит о том, что только про воскресенье, про субботу вообще нигде такого не говорится. Я, конечно, соблюдаю, что и в субботу колено не преклоняю, но нигде не могу найти доказательства. Вот про что хотим спросить. Что суббота в такой степени. Да, что тут отвечать-то. Ни правы, ни те, ни другие. Одни держатся за субботу, что закон не отменен, а другие четко утверждают, что закон отменен и нечего его касаться. Он не отменен, говорит Златоуст, а возвышен. Закон был нянькой, и поэтому суббота означало покой, когда Бог сотворил все дела и последнее сотворил человека. Если бы на этом все закончилось. Но далее мы считаем, Господь говорит, все творю все новое. А что новое? Все новое. Слово все означает все. Никакого изъятия нету из этого. Ну а по порядку, если будем все брать заповеди, которые даны были, а в это это десятисловие, и все заповеди возвышены. Какими-то соглашаются люди сегодня, а другие надо разъяснять. Ну вот сказать, не убей, это все знают. А тут даже не гневайся на брата напрасно. На какую высоту возведен закон? Об этом мусульмане и другие, это они не слышали даже. Им никогда это не исполнить. Если сегодня исполнить это, в новозаветнем духе, при любодеянии, на женщину смотрят вожделением. Все, мусульманство, все кончилось, сегодня к вечеру его не будет. А они планку принизили, и все. То даже, если жена умерла, и женился на второе, официально разрешают церковь. Но только три раза четвертого брака нету беззакония. Ни в одной церкви четвертый раз свинчать не будут при мертвых женах. А у них четыре одновременно может иметь. Что тут сравнивать-то? За 2000 лет ни одного христианина не было, который бы жил по этому закону. Но мы должны знать, что нам дана не пятница, как у них. Они еще не доросли даже до субботы. У иудеев в субботу творение ветхого человека. Мы творение нового человека. Когда Господь перестал творить? Когда сотворил с человеком, речь идет о человеке. А что впереди были там животные, говорят, а в Аллах ли печется Господь? Мы должны помнить, что в Новом Завете отношение к животным-то иное. Это мы видим не только у православных, не у католиков. Фома там Кемпийский, Аквинский там показывают, как проповедовали даже живым организмом каким-то кошки, кто там, собаки были. И они слушали. Вот в Новом Завете творение человека закончилось, когда Господь вывел из ада души. А когда вывел? В воскресный день. И все творю все новое. Труд Христа закончился именно. В субботу он был преисподний и проповедовал. Вот это понятно, если вопрос отпадает. Все новые. Закон нравственный не отменен, он возвышен. Отменен закон только в Ветхозаветне о жертвоприношениях, ну и все, что связано с очищением. Об этом Павел подробно говорит в послании к евреям. Вот один раз только услышал, ну и дальше уже рассуждать не о чем. Мы одно и то же повторяем каждый раз. Но что интересно, вот я сейчас могу даже найти, считать, соборы вселенские. У меня где-то здесь рядом оно было. Я сейчас, может быть, увижу. Володя, подойди сюда. Правила Павла, найди-ка здесь, П. Нету здесь. Правила апостола Павла. Вот смотрите. Правила апостола Павла. Первое. А его выбросили? А на каком основании? Да ни по какому. Беззаконие. Выбросили и все. А кто? Никоновская реформа. Господи, владыка живота моего, Дух праздности и ныне любоначаля празднословия. Не дожми. А куда слово серебролюбие делось? А все утонуло. Говорит, если это применить слово серебролюбие, значит ни одного, говорит, Папа на месте не останется. Они его выбросили, теперь нарушения нет. Смысл-то открывается безумный какой. И здесь точно так же. Кто первый, впервые приходит к тайне благочестия, правило первое, тех пусть приводят диаконы к епископу или присвятерам, и пусть исследуют причины, почему пришли они к Слову Господню, а приведшие, то есть у нас специально поручители, вот у нас в общине это соблюдается, пусть свидетельствуют о них, точно и следовав касающиеся их, пусть исследуют также и поведение, и жизнь их, и рабы ли они, или свободны. Правило одно. А в остальных-то правилах-то 719 правил, там этого нет. А почему выбросили из книги правил-то? Я ни разу ни от кого не услышал вразумительный ответ. Нам это правило нужно, ну как? А вот теперь, если его нет правила, они не исследуют никого. Пришел, деньги заплатил, мокрой ладошкой по голове, все. А здесь привезти надо, через тебя пришел кто-то, везти к епископу или к пресвитеру, они исследуют поведение жизни. Вот мы узнаем, человек ходит на занятия, мы узнаем, как на работе он. Второе правило, если кто будет раб верующего, то есть хозяин у него, ну, рабовладелец верующий, то пусть спросят господина его, свидетельствует ли он о нем. И если не свидетельствует, то есть не говорит доброе, да будет отринут, не принимать его в число оглашенных даже, пока явится господину достойным. А если свидетельствует о нем, ну, да будет принят. Так это правило... Геннадий Кипякович, давайте по теме. Вы уже... Я хочу по теме заряжать. Просто в субботе, это по вторые полчаса будем говорить. Сережа, как раз он о субботе говорит здесь. Я к чему это начал считать? Что о субботе было сказано, чтится и суббота, и воскресенье. Суббота чтится тем, тем, что нет поста. Вот даже во время Великого поста сейчас разрешается растительное масло. А это уже нарушение поста. Так принято. Кроме того, в субботу уже идет богослужение, воскресная служба. И вот в Первой апостольской церкви они соблюдали и субботу, и воскресенье. В какой степени выше? Тут понятно, что в субботу разрешалось там мысят и что-то еще делать. Но все-таки он отмечался, выделялся из других дней недели. А воскресенье полный покой. Я до чего начал считать это? Правила-то отменили их, их никто ни разу не слышал. Выбери как-нибудь время, чтобы я хотя бы просчитал, чтобы люди ознакомились хотя бы. То есть те, которые утверждают, батюшки, что нужно и субботу чтить, и воскресенье, они правы? Надо объяснять как. Баптисты говорят, закон отменен. Его никто не отменял. Пришел не нарушить, говорит, а исполнить. Второе, если встречается с кем-то, ну, с субботниками, адвентистом седьмого дня, говорит, нет, теперь суббота осталась силой. Ни правы, ни те, ни другие. Осталась, но в другом формате. Не расстояние, которое было. Церковь указывает, что а как вы определяете? Мне определять не надо. Новая скрижаль книга. Вот, Диме, это Симеона Солунского книга. Правила. Женщина рождает, и, ну, почему она столько дней нечиста, 40 дней-то? Церковь приняла, уже разговоры окончены. Мне не надо шевелить губами, мне надо исполнять. И у нас, когда вот ее не кончается, батюшка в коридоре, ее уже вычитывают молитвы. Сегодня ничего нету этого. А при чем тут я? Если это было, оно было. Было. И мы сейчас посмотрим, даже до Иосифовской редакции, книга правил-то, ну, там, на Макано называй, я оттуда это взял. Так, суббота чтится. Чтится, вот, хотя бы тем, что не делаем колено преклонений. Это же облегчение. Молитву, Господи, Владыка, живота мой, уже в пятницу, вечером сегодня не считается. То есть, явно, что выделяется этот день. Даже по этим крошкам, какие остались. А для чего этот день тогда, ну, выделяется? Чтобы мы помнили о творении Божьем. Славой Божьей наполнено все и небо, и земля. Субботы мы должны помнить и посчитать, как окончание творения видимого мира, к которому мы принадлежим телом. А воскресенье говорит о том, что мы обновлены душой, а тело-то осталось то же самое, глаза, уши, борода. Если я это доступно сказал, значит, впредь к этому возвращаться. Благодарим, понятно. Аллилуйя. Второе, Коринфянам 3,15. До ныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их. Толкование. Поскольку выше сказал, что покрывало лежит в чтении Ветхого Завета, то дабы кто не подумал, что покрывалом называет не ясность закона, говорит, нет. Я называю покрывалом слепоту и грубость сердца иудеев. Ибо и на лице Моисея оно лежало не для него, но по причине грубости и слабого зрения иудеев. Второе, Коринфянам 3,16-17. Но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается. Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. Толкование. Теперь говорит о способе, как могут исправиться израильтяне. Когда обращаются к Господу, говорит, то есть, когда оставят закон и приступят к Духовному Евангелию, тогда снимется покрывало. Ибо и Моисей, как повествует история, когда обращался к Господу, снимал с себя покрывало. А это прообразовало имеющее быть после, именно, когда кто обратится к Духу с большой буквы. Ибо Он, Господь, тогда увидит открытое лицо законодателя. Еще более, Сам будет наряду с Моисеем и будет наслаждаться славой превосходящей, как сказано, славу закона. Ибо ее даст Дух, как Господь и всемогущий. В законе было иго и рабство, а в законе Духа и в Евангелии свобода, так что слава Господня созерцается беспрепятственно и свободно. Вопросы? У кого есть? Идем дальше. Игорь Тихонович, есть что с этим стихом? Нет, тут надо только принять, ничего не добавляя. Принимаем. Второй харифном 3.18. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Толкование. Мы наслаждаемся, говорит, такой свободой и благородством, что все мы верны, не как там один Моисей, а открытым лицом, ибо у верующих нет покрывала, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу. То есть получаем ту же славу и подобно зеркалу, приемля блеск, отражаем его. Как серебро, лежащее против солнца и само испускает некоторые лучи под влиянием солнца, так и мы, очищенные духом в крещении и озаренные его, Господом, лучами, отражаем некий духовный блеск и преобразуемся по тому же образу от славы Духа в свою славу и при том такую, какую свойственно иметь тому, кто просвещен от Духа Господня никому не подчиненного. Ибо, будучи Господом, Он имеет и светочи владычнее, ибо все верующие через крещение исполняются Духа Святого и душа и душа их просветляется, да и Моисей, видя божественную славу, и сам преобразился в нее, то есть сам получил блеск, и лицо его просветилось, прообразуя нас. Второе Коринфянам 4.1 Посему, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем. Толкование. Поскольку выразил многое и великое, сказав, что мы апостолы выше Моисея, ибо если все выше, то тем более они, то умеряет свое слово и говорит, все это принадлежит Богу, ибо мы только служители, и то, что мы поставлены в служители, не наше же, но, говорит, и это принадлежит милости Божией. Слова посему мы не унываем, относи к тому и другому, то есть так как мы удостоились столь великих благ, то не уклоняемся от опасности и скорбей, потому что однажды быв помилованы, поставлены на служение. Второе Коринфянам 4,2 Но отвергнув скрытные постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая Слово Божие, а открывая истину, представляем себя в совести всякого человека пред Богом. Толкование указывает на лжи апостолов, которые во всем притворялись. Они брали дары и представляли себя неберущими, казались святыми, а были нечисты. Мы же, говорит, отвергли такие дела, которые, обнаружившись, покрывают делающего их позором, то есть такие, которые совершаются лицемерно, ибо прибавляет, не прибегая к хитрости, так что совершенное с лукавством есть то, что навлекает позор. Впрочем, если будешь разуметь, это о делах постыдных, то в этом ничего не будет нового, ибо и это свойственно лжеапостолов. не только говорит жизнь наша проста, чиста и свободна от беззакония, но и в учении, и в слове нашем нет обмана. Мы ничего не примешиваем к ним из внешней мудрости или что-нибудь листивое, не собираем деньги от проповеди, от проповеди, и не говорим сегодня одно, а завтра другое, применяясь к временам и лицам, как поступают лжеапостолы. Лжеапостолы представляют себя наружно и для вида, и кажутся иными, нежели каковы на самом деле. А я представляю себя открывая истину, то есть самые дела употребляю во свидетельство. Так я говорю, что ничего не беру, и имею свидетелями этого вас. Так поступаю и во всем прочем. Вот как я представляю себя всем людям, верующим и неверующим, то есть открывая жизнь свою и проповедуя всем открыто, так что все могу разуметь. А так как людей можно обмануть, то присолкупляет пред Богом, которого лжиапостолы не принимают во свидетели. Комментарий Игнатий Тихон Чалапкин на слова блаженного Афифилакта, который говорит, что не собираем деньги от проповеди и не говорим сегодня одно, а завтра другое, применяясь к временам и лицам и проповедуя всем открыто. Так, комментарий. Каждому человеку Бог назначает срок жизни, и за этот короткий период времени он должен развить себя как личность, преобразуясь в образ Божий. Вот поэтому Бог дал человеку самый страшный и смертельно опасный дар – свободу. Как человек воспользуется этой свободой для угождения себе или для угождения Богу? При угождении себе человек имеет какую-то выгоду, а чтобы достичь этой выгоды, очень часто приходится пред кем-то быть не тем, кто ты есть, кривить совестью, что-то недоговаривать или говорить совсем не то. человек, который стремится к спасению своей души, не может достичь этого сам, но должен жить в Духе Святом, всю жизнь стремиться к стяжанию Духа Святого и говорить о Боге, о Вечности, проповедуя всем открыто о воле Божией, о намерении Божием в отношении всех нас. Только тогда человек может развить свою личность, когда он воспользуется содействием Духа Святого, действующим через совесть. Если же человек будет зажимать себя, таиться, поддаваться смущению, ложному стыду, застенчивости и не будет прямо говорить о смерти Христа и о воскрешении Христа, проповедуя всем открыто, этим самым он будет закрыт для доступа Духа Святого и это дерево начнет засыхать. Какой страшный грех берут на себя священнослужители, когда не только не побуждают доверившихся им прихожан проповедовать всем открыто о Христе, но более того, всячески препятствуют этому и уничижают и клемят тех, кто проповедует всем открыто. Вопросы? Идем дальше. 2 Коринфянам 4.3 Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих. Толкование. Сказав выше, что хотя на израильтянах лежит покрывало, а мы, верующие, смотрим с непокрытым лицом, теперь говорит, что если Евангелие закрыто, то закрыто для неверующих. Ибо что тогда было с иудеями относительно Моисея, то же самое теперь бывает с неверующими относительно Евангелия. Но в этом виноваты они, а не Евангелие. Ибо если бы они уверовали, увидели бы славу Божию без покрова. Вопросы? 2 Коринфянам 4.4 «Для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого». Толкование. Толкование. «В числе погибающих, говорит, которых много и которые различны, находятся и неверующие. Если же Он называется Богом века сего, то в этом нет ничего нового, ибо Он называется и Богом неба, хотя Он есть Бог не его одного. Называется Он и Богом Авраама, Исаака и Иакова, хотя Он Бог не их одних, но всех. Что же странного, если и Павел благовременно назвал Его теперь Богом века сего, чтобы лучше показать неверующим, что Он создал и сие видимое, наслаждаясь, которым они отвергают Создателя. Можно объяснить это место и так, что Бог ослепил умы неверующих века сего, ибо в будущем веке нет неверующих. Что же значит ослепил? Значит, что попустил быть слепыми подобно тому, как и предал их Бог превратному уму, читаем в послании Римлянам 1, 28, ибо после того, как они отпали от Него, Он предоставил их себе, оставил их, потому что не принуждает ко спасению. Заметь же, что не сказал, что ослепил для того, чтобы они не веровали, но для того, чтобы недостойные глаза не видели блеска славы Христовой. Блеск же состоит в том, чтобы веровать, что Он распялся, вознесся и даст нам будущее благо. Как больному глазами не дозволяют видеть солнечных лучей, чтобы они не повредились так точно и они сделались неверующими сами от себя. А когда они стали такими, Бог сокрыл от них лучи славы евангельской, как от израильтян лице Моисея. Так и нам заповедал не бросать жемчуга перед свиньями Матфея 7.7. Прекрасно сказал воссиять, ибо ныне мы имеем умеренный свет, а не полное освещение, что выше назвал благоухание, и залогом показывает, что там находится нечто большее. Они не знают не только славы Христовой, но и славы Отца. Ибо если Христос есть образ Отца, то невидящий Христа не знает и Отца. Вот такое толкование вопроса. Вот у меня вопрос. Все раз читаем 2 коррекция 4.4. Для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы. Почему здесь Бог с маленькой буквы? Обычно если или это опечатка толкование нам ясно говорит, что речь идет не о дьяволе. И во всех тоже посмотрел везде Бог с маленькой буквы есть. Просмотрели или что? Я вот тут открыл на это место толкование Златоуста. Вот он тоже говорит, что это он пишет с большой буквы Бог. И какие-то манихеи думали, что это дьявол. Я честно говоря, тоже когда читал первый раз думал, что здесь речь о дьяволе. Ведь дьявол уже выгодно, чтобы мы не уверовали. Он ослепляет умы. Вот эти ереси наводит всякие, возвращает ум. Потом когда разбирался, что действительно прежде идет неверие, а потом ослепление. А не наоборот. Бог не ослепляет ума для того, чтобы не уверовать. А вот именно неверующих, недостойных, чтобы их Бог чревает. Да. и Бог чревает. Вот. С маленькой живут будет. С маленькой, да. Там Богом называется дьявол. Ну и века сего Бог. Веки всем живут и Богу поклоняются кто во что гораст. Бог века сего. С маленькой Богом. Ну здесь-то кто умы ослепляет неверующих? Дьявол или отец Бог? Бог не будет ослеплять. Посмотрим, нам говорит, что Бог ослепил только что толкование говорит. Прочитали. Ну отец ребенку стал бы ослеплять. Не говорит истину или закрывать от него. Чего-то не то. Чего-то не то. Не знаю, не знаю. Вроде было лично, что дьявол препятствует и он ему ослепляет. Но видишь, тут можно так человек не верит, а я во всем виноват дьявол или во всем виноват Бог. Человек сам, у него свобода страшная, он сам выбрал неверие Богу. То есть Сергей, может потому что Бог попустил это, поэтому написать из малой буквы попустил. И предал их Бог превратному уму. Да, там да. Но почему это тоже у римляндов читаем, потому что они грешили свое неверие. Поэтому не верили. Прежде неверие, а потом уже Бог их. То есть, он как бы их неверующих не введет в рай. То есть, они не увидят славу. Вот это слава величия неверующих при втором воскресении. А просветленные умы, неослепленные, они увидят, потому что они уверовали в Христа умершего и воскресшего. А те, как Моисею не верили, так и сегодня тоже не верят в распятого воскресшего Христа. Они не верят. Так Бог им глаза ослепил, они сами ослепили. Сами они, то есть, солнце-то есть, а оно они и сами закрыли глаза. Вот эти явно лежат. Игнать Тихонич, вам слово. Я попрошу, брат Сергея, открой Матфея 10-28 ответ. Матфея 10-28 И не бойтесь убивающих тела, в душе же немогущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене. Слово бойтесь того, того и кто. С какой буквы записано, с большой или с маленькой? И с большой. С большой. А в других Библиях написано с маленькой. И вот Новый Завет распространяет. Там везде с маленькой. Почему? Просмотрели? Нет, не просмотрели. Здесь смысл и тот и другой. Тут спорить не о чем. В одном случае бойся только Бога, ибо Господь может погубить, вот ослепить. Вот об этом то речь идет. Вот это толкование подтверждается у Феопилакта. А другие значит только бойся, чтобы дьявол тебя не захватил. Избави нас от лукавого. То есть приемлется церковь и то и другое толкование. Что сейчас говорили ослепляет дьявол. Михаил сказал, Федорович, это тоже правильно. То есть и то и другое ты можешь применить на практике. Такие встречаются неоднократно. Как имена двойственно называются. Если человек одинаково пишет стихи или что-то на английском, на русском и кентавр писатель, так и это. Эти стихи можно назвать кентавром равнозначно. Вот как оттолкование откровения. белый всадник. Толкование есть такое, что белый это ангелы. Ангелы. Или чисто живущие святые, на них восседает Господь Бог. А другое толкование, что сатана принимает вид ангела света и он обольщает людей. Равно приемлется то и другое. А почему в жизни то и другое на практике исполняется. И Писание это подтверждает. Так что тут спорить не надо, вы тот и другой отвечили правильно. Просто смущает, что толкование когда дьявол и Бог с маленькой пишется. Здесь написано с маленькой, а толкование с большой. Вот я сейчас показал, вы другие откройте где-то патриаршие издания. Я не буду брать какие-то другие издания, синодальные издания. Я пишу то с маленькой, то с большой. Одно и то же место? А? Одно и то же место, то с маленькой. Да, 10, 28, одно и то же место. Одно толкуется, что бойся то, что дьявол душу погубит, а другое бойся Бога. Потому что то и другое в действительности на практике притворяется и спорит здесь не о чем. И одно издание понятно. Да, точно так и здесь. То есть со 2 Карифоном 4.4 тоже могли написать где-то теперь я скажу. А как вы понимаете, вот мне лично, я никогда не буду проповедовать, что Христос ослепляет. Бог века всего так и называется сатана. Я беру этот вариант, для меня более подходящий, мне очень удобно сказать, кто это делает. А это слишком заумно. Да, вот я тоже. Поэтому надо выбирать какой вариант. А бойся того, кто душу погубит. Бойся это означает Бога. Я беру и наоборот здесь вариант. Здесь что именно о дьяволе говорится, а здесь о Боге. Мне выгоднее так. Меньше пояснять. Ладно, благодарим, идем дальше. Второе Коринфянам 4, 5. Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа, а мы рабы ваши для Иисуса. Толкование. Выше сказал, что мы не прибегаем к хитрости. Потом присовокупил о неверующих, как они были покрыты. Теперь говорит, мы не обманываем, ибо проповедуем не самих себя, как лжи апостолы. Ибо они внушали своим ученикам называть себя их именами. Как и показал в первом послании. Я Аполосов, Я Кифин. Первое Коринфянам 1, 12. Иначе не думайте нападающие на нас, что вы нападаете на нас, ибо мы не себя проповедуем, но Христа. Почему вы восстаете против проповедуемого нами? Вы до такой степени, мы до такой степени не себя проповедуем, что не отказываемся быть и вашими рабами для Христа, то есть ради того, что Он так возлюбил нас и все сделал для нас. Комментарий на слова проповедуем не самих себя. Комментарий Игнатия Латкина. Если человек, называющий себя христианином, не проповедует о Христе, это явный признак того, что Он противится Духу Святому, и в Нем нет любви ни к Богу, ни к ближним. Песня Писания не подтверждает того, что Бог установил именно такие длинные богослужения на непонятном языке, без проповеди, без слова, которое бы доходило до ума и сердца. Если сегодняшних священнослужителей поставить в положение апостолов, служить людям, но без сегодняшнего богослужения, что бы они делали? Представьте любого из них, стоящего посреди леса или посреди поля, и рядом пришедшие послушать их. На такое предложение многие священники страхи всплескивают руками и говорят «Не приведи Господи, со страха умру». Нужно помнить, что они должны сказать и словом, и делом «Мы я бабы и поправлю в себя, мы с царств попозже, у с от кого и любви, а и все получат что мы с праздником». Что-то испошлось? Что такое? перестала слышно сергея так сейчас слышно сейчас слышно да тут буквально последнее предложение как будто кто мясорубку крутил с камнями так не приведи господи со страху это еще слышно же было да это слышали дальше вот читаю нужно помнить что они то есть попы должны сказать и словом и делом мы не обманываем ибо проповедуем не самих себя мы строим царство божие устрояем его в себе и в людях а в действительности получается что строится царство попов с абсолютной таталицарной зависимостью от вышестоящих как в монашестве вопросы 2 коринфянам 4 6 потому что бог повелевший из тьмы воссиять свету озарил наши сердца дабы просветить нас познанием славы божией в лице иисуса христа толкование почему говорит мы не проповедуем себя потому что бог воссиял в сердцах наших как в древности на лице моисея так ныне и на нас как при первом творении сказал и явился из тьмы свет так и ныне сказал и явился свет впрочем он сам стал светом для нас ибо он воссиял для нас в лице христа то есть через христа потому что отец сияет в нас через христа и дает просвещение познанием нет сущности своей но славы заметьте здесь у павла богословия троицы ибо о духе говорит он взирая на славу господню ибо дух есть господь о сыне свет благовествования о славе христа а теперь об отце просветить нас познанием славы его вопрос 2 коринфянам 4 7 но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах чтобы преизбыточная сила была приписываема богу а не нам толкование поскольку сказал о неизреченной славе много великого и высокого то дабы кто не сказал как же мы получив такие как ты говоришь благо остаемся в смертном теле говорит глиняный сосуд вмещает такие сокровища силой божией чтобы преизбыточная сила являющая у нас была божией и чтобы не подумали что мы совершаем что-нибудь сами собой но чтобы все кто видит говорили что все это божие намекает на уже апостолов которые все приписывали себе вопросы 2 коринфянам 4 8 мы отовсюду притесняемы но не стеснены мы в отчаянных обстоятельствах но не отчаиваемся толкованием в такой мере говорит все есть дело силы божией что хотя мы скудельные сосуды и подвергаемся стольким и столь разнообразным искушениям однако не разбиваемся и не теряем находящегося в нас сокровища ибо подвергаемся скорбям во всякое время во всяком месте и во всякой вещи между друзьями между врагами но не стеснены потому что бог расширяет сердца наши то есть хотя подвергаемся бедствием и стенанием и стеснением однако стоя твердо не отчаиваемся и не побеждаемся но в боге находим помощь и побеждаем вопросы 2 коринфянам 4 9 мы гонимы но не оставлены не излагаемы но не погибаем толкование люди гонят нас но бог не оставляет нас ибо это попускается для того чтобы мы упражнялись в борьбе а не для того чтобы мы пали противники не излагают нас по телу и вещах внешних но мы не погибаем благодушиствуем и наслаждаемся постоянством духа и при этом сохраняем при помощи божией самое тело 2 коринфянам 4 10 всегда носим в теле мертвость господа иисуса чтобы и жизнь иисусова открылась в теле нашем толкование то есть ежедневно подвергаясь смерти и всегда подражая смерти господа свидетельствуем таким образом о жизни или о воскресении его телом своим ибо если кто не верует что господь воскрес он не будет иметь предлога к неверию когда увидит что мы ежедневно умираем и ежедневно же остаемся в живых вопросы 2 коринфянам 4 11 ибо ибо живые непрестанно предаемся на смерть ради иисуса чтобы и жизнь иисусова открылась в смертной плоти нашей толкования этим объясняются слова мертвости иисуса которые были неясны ибо он обычно разъясняет неясное сказано слова чтобы и жизнь иисусова открылась кроме предыдущего толкования должны быть истолкованы еще так как мы ныне подвергаемся смерти христова и решаемся заживо умереть за него так и он благо изволит умерших нас оживотворить тогда это говорит апостол и в другом месте если же мы умерли со христом веруем что и жить будем с ним римлянам 6 8 не только в этой жизни но и в будущее имеется ввиду и такое толкование и такое 2 каиф нам 4 12 так что смерть действует в нас а жизнь в вас толкование смертью называют здесь искушение говоря мы находимся в опасности а вы наслаждаетесь жизнью которая проистекает из этих опасностей именно вследствие возвещения вам евангелия через которое вы живете вечной жизнью вопрос 2 каиф нам 4 13 но имея тот же дух веры как написано я веровал и потому говорил и мы веруем потому и говорим толкование выше упомянул об искушениях и о смерти потом сказал что и от них избавил нас иисус и привел основания что для того именно избавил чтобы уверить в своем воскресении теперь утверждает что это должно основываться на вере а не на одних умствованиях и говорит как давид находившийся в искушениях и освобожденный от них только богом сказал я веровал и потому говорил так и мы имея тот же дух веры который он имел веруем и потому говорим что как иисус воскрес так и мы победим опасности и опять будем воскрешены заметь что в верхнем и новом завете один и тот же дух заметь это для тех которые хулят закон вопросы Игнать Тихонович есть что добавить да впереди впереди считали что если кто нас хулит то на самом деле хуление падает на господа ну вроде бы это тут все правильно но на практике ну я просто из опыта говорю старайтесь лишний раз так не говорить заплюют сразу попы в первую очередь ну как так писание Захария говорит касающийся вас касается зеницы ока моего ну говорит то о святых но не о тебе же обо мне говорят поэтому ну просто ты знаешь что тут тебе подножку дадут и по голове и по затылку стукнут слова правильные но люди этого не терпят тот грешный супер грешный с удовольствием слушают но если сказал нам святым избранным за оба слова вахапку тебя схватят и в дьену бросят как ты избранный да святой да ты что с ума сошел старик и доказать ничего нельзя почему это православное у них другой менталитет грешный супер грешный это означает мне все положено я так и буду грешить дальше сейчас вот пост идет не поститься может ничего а я грешный он приплясывает и руками всплескивает так что я советую лишний раз этим местом не пользоваться иначе ну где-то ты будешь говорить у еретиков то это сойдет а у православных нет идем дальше 2 корифянам 4 глава 14 и 15 стихи зная зная что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас и поставит перед собою с вами ибо все для вас дабы обилие благодати тем большую во многих произвело благодарность во славу Божию толкование чему же говорит мы веруем и что знаем то что тот кто воздвиг Иисуса и ныне исхитит нас от опасности и напоследок воздвигнет и представит нас с вами к наслаждению благами возбуждает их к вере и к доброй жизни намекая на лже апостолов которые говорили что через них посредничество сообщается их ученикам от Бога благо говорит все для вас и самое воскресение а не ради того или другого совершает же это Бог и многим дарует благодать чтобы при изобилии благодати при изобиловала и благодарность приносимая многими во славу Божию почему лже апостолы приписывая благодать Божию себе омрачают и лаву ее вопросы а вот как так вот они приписывали эту славу себе лжеапостолу сегодняшние есть слава КПСС тоже себе писали все это подобно наверное да вот это все слава мне что если у тебя такая как как так то вот действительно за все надо Бога благодарить а они их учили на моим именем называется теперь ну тоже были ленинцы пионеры комсомольцы марксисты реминисты тоже вот похоже очень и тогда видимо такие же были нас вот тоже на благовестие называют вы лавкинцы но Игнать Тихонович никогда нас не заставлял вы вот называйтесь моим именем а вот люди как то уже ну а почему потому что так и есть и апостол Павел пишет много у вас наставников но я родил вас действительно один тут подходил ко мне в воскресенье а кто это такой да может ему лапкинка может ему в духовной семинарии поучиться я говорю да ты знаешь чему учат там в духовной семинарии то как раз Виктор там был савченко вон подойди у брата спроси чему там он у меня это жил семинаристом греческий язык там сидит на греческом молиться говорю Виктор да зачем же это надо то тебе господи помилуй смеется ну иначе не сдашь учат оправдать всякий грех на войну надо воевать потому что священство благословило а то что Господь любите врагов ваших не надо священство выше Бога ну и далее далее там пошло пошло у них там но однако мы не отвергаем благодать даже анекдот есть отучился в семинарии остался верующим и за Витю молиться тоже крепко надо и за Игоря тот уже супружница его здесь его самого нету а чего нету трафика трафика блять не хватает на занятия давай брат я одно заметил читая Слово Божие что иудеи все таки были научены ветхозаветным священством и которые чудеса творил Господь или апостол они всегда воздавали Богу славу в отличие от многих наших православных которые когда чудо совершается вот там икона исцелила там какой то старец такой благодатный подействовал на них то есть редкий случай когда человек воздает именно Богу славу в первую очередь хотя конечно надо тут и благодарность этому человеку что Господь ну в первую очередь это Богу надо воздать славу да так час у нас прошел теперь можно задавать вопросы не по теме у кого какие есть новички пожалуйста у кого что наболело накипело включайте микрофон и задавайте вопросы так ну пока нет вопросов ну тогда идем дальше если появятся вот сейчас пока так второе коринфянам четвертая глава шестнадцатый стих посему мы не унываем но если внешний нас человек и тлеет то внутренние со дня на день обновляется толкование толкование поскольку говорит мы знаем силу Божию и то что Бог ныне освободит нас от опасностей потом восставит нас просветленными то не падаем духом и не отчаиваемся среди страданий далее внешний человек то есть тело тлеет каким образом когда терпит бичевание гонения внутренний же то есть дух и душа обновляется каким образом имея благую надежду и дерзновение как терпящий и радующийся ради Бога 2 калифном 4 17 ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу толкование изъясняет каким образом обновляется внутренний человек и говорит размышлением что скорбь кратко то есть временно и легко потому что временно а слава и вечно и имеет вес величие высшей степени ибо таково значение слов в безмерном преизбытке 2 калифном 4 18 когда мы смотрим ненавидимое но на невидимое ибо видимое временное а невидимое вечно толкование показывает как легка скорбь все видимое говорит временно следовательно и скорбь и самый покой ибо и он видим ибо для того сказал видимое чтобы обнять и покой и так не будем унывать скорби не расслабляться покоем если же так то невидимое то есть царствие и мучения вечны поэтому ищите первого и убегайте последнего вопросы которые впереди читали когда считаю про лжи апостолов я всегда оглядываюсь и думаю как бы не догадались что про нас это написано столковал то ну где еще то другом возьми Украина православная и везде приветствует слава Украине слава Украине но нам только осталось еще говорят слава Барнаула или потеряевки писали славу ты хорошо сказал слава КПС пишали я говорю вы же сами себе написали славу то я в горкоме партии тогда разговаривал когда разговаривал с ними если бы мы знали что невидимо и как много оно значит и как утерять его можно никогда не вернуть то разве бы мы жили так как живем то ну за пустяк какое то слово не так и уже прям готовы глаза высоропать ну нигде так никакая нация ни в каком ни в какой вере так не сапаются между собой и при том люди то нормальные как будто ну скажи как взбесились одно слово не так и кидаются и все да ты посмотри сколько вариантов слово душа обыкновенное слово простое употребляемое в жизни встречается в Библии я могу маленько не точно сказать но не меньше 18 значений его слово душа а какие значения да очень простые душа это вторая субстанция в человеке высшее то что должно быть госпожою не тело а душа а кроме того иногда душой называется весь человек у меня семья пять душ ну с яком там пришли сколько было семьдесят пять душ ну не души же сидели на верблюдах то а дальше и душа его прилепилась к ней да что она пластилиновая что ли девушку полюбил чувства это он выражает душою и спорить то не о чем а когда у человека малый кругозор вот у меня знакомый баптист он а вот он узнал что ты а вот как это понимает меня испытывает а я знаю что существует четыре толкования все одинаковые то есть об одном и все правильные я ему говорю первые три нет не так нет не так а потом я говорю это вот что о вот это правильно нам нужно кругозор свой расширять потому что в словах господних глубина великая глубина и вот иное то есть даже толкование вот здесь мы считаем иное так и еще понимают вот так а кисарий аппадокийский Андрей говорит ас же мню то есть я думаю вот так никто сегодня сказать с уверенностью не может какое будет начертание как говорят печать антихриста видимая или невидимая столетия спорят об этом ну если бы меня спросили я считаю так что она в видимом будет виде невидимая печать но по поведению по всему будет видно кто он такой на что он способен вот есть такой фильм называется 6 вот слово 6 есть и вот там все это показано оно где-нибудь на костной ткани будет отпечатано лазером то но оно будет и видимо одновременно не то что третий глаз у тебя будет ну надо шире смотреть и узнавать а как понимали да это в первом веке понимали вот так потом расширилось понимание а Василий Великий говорит а откуда мы берем крестное знамение ну знамение на себе накладываем то а предание с первого века так крестились рукою вот и все мы не должны бояться и слова предание если это действительно как проверено опробировано столетиями я вот разговаривал как-то в беседе с баптистами в общине я ну один вышел который как больше знает я говорю вам бывает что во сне ну увидите там нечистую силу дьявол там демон бывает я говорю как ты да я бьюсь бьюсь никак потом взял его крестного знамя он так перекрестил он сразу упал я говорю ну вот ты уже православный вот так видимое и невидимое за что мы держимся цепляемся ценим переоценку делаем оно мигнуть глазами и все мне иногда обращаются люди ко мне ну разводиться не разводиться ну он ее оставил допустим ну и как ну вот видишь как вот теперь ну она допустим что вернулась к отцу еще молодая там не венчанные были но она жила с ним была прописанная и при разборе половина квартиры ей принадлежит ну я говорю ты хочешь ему сделать то есть законно ну куда она ну теперь он продавать будет а он ее с таким трудом и ну просто говорить то сколько он труда перенес а как ну тут живешь где у отца у тебя она зачем ну благослови его раз уж разлюбил так тем более не венчанные были а чем еще держать это и господь тебя благословит чтоб хорошая у него память осталась да еще может быть у него жена будет не такая как ты и он не раз тебя вспомнит и воздохнет какую красавицу оставил какой у тебя нежный характер то и гляжу соглашается ты оставь свет после себя такой видимые и невидимые и вот этот вопрос то когда нам что-то нужно делать всегда задавать 4 вопроса я многократно говорю никак не запомнят первое всегда задавай вопрос я за что бьюсь сейчас за видимое или невидимое и поехать куда-то сменить работу квартиру что я ищу временное или вечное для души или для тела второй вопрос что об этом говорит святая библия третье что об этом говорит моя совесть и четвертое не поведите это кому не подастся соблазн ответь искренно открыто на эти вопросы и теперь делай посоветуйся со священником еще у тебя не будет таких грубых ошибок вот так можно вопрос задать Наталья спрашивает слышно меня да слышно да можно скажите пожалуйста про какую душевность говорится в послании апостола Иакова там душевное или бусловское кто знает если нет на следующий раз придут душевность человеческое мирское в данном случае а когда говорят задушевное то есть это мягкое проникновенное в данном случае он делает различия между духовным и душевным душевный человек и далее говорит что он делает то есть мирской который думает только об этой жизни и блажен который душу свою что погубит ради меня ради царствия душу то есть жизнь под именем души жизнь понимается это животолюбие так иначе называют вот что имеет в виду Яков спасибо и последний можно вопрос задать вот великий пост сейчас считают церкви молитвы господи ладыка жирота в конце припасных поклонах я не успеваю креститься вот книга пишут и у нас в городе принято что нельзя ну как бы нельзя спешить при осенинении себя крестным знаменем вот такой вопрос не успеваю креститься а спешить нельзя я может не до конца понял а вы в каком городе Украина город Николаев а я там был у вас там в городе в библиотеке центральной мои все книги я подарил им попутно сказать ну смотря как если вы входите храмы которые там патриарши это это уже никоновская реформа вот первое господи владыка живота моего это три поклона земных делать я по делу отвечаю или нет я может вопрос не понял а потом двенадцать поясные а потом один общий считается получается четыре а двенадцать сделали поясными на самом деле они все должны быть земные колени руки и голова даже коснуться земли я об этом говорил нет я понял я вопрос правильно понял да вопрос в том что что решат христианики Сергей тогда разреши я маленько о посте скажу да там вопрос то еще раз повторите вы не ответили на вопрос она не успевает делать крестное знамение я и так и понял понял батюшка быстро делает поклоны сам такой как висок а вот тут натренировался и быстро а весь сон людей стоит в краме не успевают тесно еще там людям то а он быстро и на високе а все земной или как да особенно при поясных погонах земные мы успеваем а вот при поясных они так быстро быстро но сколько успеете от вас не зависит дома сделайте Сергей разреши немного о посте скажу разрешаю у меня вопрос 1358 в книгах моих я там даю данные которые общеизвестны даже в церкви все мудро продумано в году 365 дней из них 280 постных понимаешь что 280 это что получается 76 и 7 десятых процента постные дни в году это я взял Амросий Юрасов пишет дальше правило 15 Петра Александрийского это из книги правил его же и слово на пасху кавычки открыты никто да не укоряет нас за соблюдение среды и пятка то есть пятницы в которые дни благословно заповедано нам поститься по преданию в среду по причине составленного иудеями совета о предании господа иуде суды а в пяток потому что он христос пострадал за нас воскресный же день провождаем яко день радости ради воскресшего волны то есть в этот день в сей день и колено преклоняти мы не прияли то есть воскресный день дальше ничто входящее в человека извне не может осквернить его но что исходит из него то оскверняет человека марка 7 15 вот это место и подобное ему например о том что пища не поставляет нас перед богом воспоминает обычно не любители поста полагая что этим они достаточно оправдывать свое нежелание поститься то старые то больные вопреки уставу и порядку церкви с большой буквы насколько удовлетворительно это извинение всякому верному церкви понятно это я все считаю я скажу в конце кто это говорит при посте установлено воздержание от некоторых яств не потому что они скверны а потому что этим воздержанием удобнее достигается утончение плоти необходимое для внутреннего преуспеяния такой смысл закона поста и он столь существен что считающие какую-либо пищу скверную причитаются к еретикам то есть нельзя считать ее нечистой а постишьте это другое совсем не склонным к посту на этом надо бы настаивать а не на том что пост необязателен хотя он действительно есть средство к одолению греховных желаний и стремлений плоти но это такой пункт на котором ему стоять никак нельзя если преуспеяние внутреннее обязательно то обязательно и средство к нему считающиеся необходимым и именно пост совесть и говорит это всякому для успокоения ее твердят по пальцам загибай первое я другим способом возмещу опущение поста то есть плоти смирю без поста или мне пост вреден ну я старый там больной диабет у него там даже тройной обет так или я попощусь когда захочу а не в установленные посты ну это все сектанты но первое извинение неуместно потому что еще никто не ухитрился без поста совладать со своей плотью и сохранить как следует внутреннее состояние последнее так же неуместно потому что церковь одно тело и желание обособиться в ней а других противно ее устроению то есть зачем считать это православным пост нарушаешь забудь ты не православный о чем говорит удалить себя от общих установлений церкви можно только выходом из нее а член ее не может так говорить и того требовать это не Игнатий Лапкин говорит второе изменение имеет тень права и точно пост необязательен для тех на которых пост на действует разрушительно после операции там прочее он перечисляется потому что пост установлен для того чтобы убивать тело а для умерщвления страстей но если перечислить таковых добросовестно то их окажется так мало что и в счет нечего ставить остается один резон нежелание то есть привык всю жизнь жил дальше против этого спорить нечего и в рай не возьмут против воли вот только когда осудят в ад хочешь не хочешь оступай а хватит схватят и бросят туда кавычки закрыты феофан затворник вот и весь ответ один раз прочитай и пойми что зачем тебе православным называться называться баптистом еретиком как угодно а то еще я и поститься пойду ты если не постишься два года от церкви отучен канон говорит два года в церковь не заходи вот тогда мы будем какие надо православные христиане я скажу одно вот заметьте сейчас ну не 26 человек старообрядцев беспоповцы поповцы а некоторые даже корни имеют старообрядческие у них я говорю о тех которые в храм ходят ни один у священника не выпрашивает разрешение кроме как на растительное масло если он больной и вина немного больше ничего ему не разрешается и все соблюдают у нас бабушка была там 90 с лишним лет и чтобы она там что то подумала даже ей то страшно будет и поэтому остается один резон нежелание а против этого спорить нечего и в рай не возьмут против воли вот только когда осудят в ад хочешь не хочешь оступай схватят и бросят туда кавычки закрыты пиафан затворник ну и много таких а в евангелии ничего нету я не пойму кого это за дело то у меня шапка на варе горит говорит пастящийся говорит может слюнями забрызгать после восьмидесяти уже не влияет дорогой мой придется все таки согласиться фиафан затворник правильно говорит моя душа откликается на это сейчас так всего много что можно там баранок разных взять да и картошки всякой можно там пожарить сегодня нельзя завтра можно с маслом о чем говорить то люди то как жили в войну да в других странах то при том каждую секунду легко запомнить умирает один человек на земле из них третья часть каждые три секунды от голода и недоедания я в войну пять лет масло не видел сахар не знал сахарин пакетиках маленьких мать приносила сахарин никто не знает что это такое кристаллы такие очень сильно сладкие синтетика какая-то правильно хлеба сыта не ел черного военного поститься надо поститься надо иначе апполос говорит говорит тот кто не постится как фиафан затворник он говорит это третий век он не достоин называться великим именем христианина православного ну чё тут говорить это обман идет только что я православный православные посты не соблюдают да какой же православный то безбороды и старообрядец безбороды и старообрядец ну чё смеяться то ушел в закрытку Сергей кончай наверное он всё ушел или всё сказать нечего ушел в закрытку я микрофон забыл включить вопрос обещал включенный микрофон сейчас включенный у меня был до этого выключен я сказал ушел в закрытку сказать нечего против истины не попрёшь всё правильно гореть нам гореть мне лично ну что ж потерпим сколько там подумаешь не вечно вечно Михаил Гордеев говорит вечно не вечно и не вылезешь никогда оттуда так что лучше при жизни покайся начни поститься и в раю обнимемся Богдан зачем же отец меня сотворил тогда я мучаюсь здесь уже восемьдесят третий год ничего хорошего не видел почти вообще нечего вспоминать войну я помню хорошо я вам говорю да и ещё там в вечности быть ну может немножко я так думаю отец милостив отец милостив отец милостив грешникам кающимся а если человек не кается некое страшное ожидание суда да каемся Сергей мы каемся каемся мы ничего не можем сделать выправить не можем положение просто такое обуяло всё нету истинного покаяния истинного как поститься не хочешь ну покайся да и начни поститься господи прости а то вот войну я постился Бог мне расчёт войну ты не постился что это вот вынужденная была а то войну не добровольно ты сейчас добровольно покажи что ты можешь согласен я бы сейчас в монастыре пойди есть монастырскую пищу но здесь я сам варить мне уже столько надоело столько вообще всё не знаю что попало ну иди в монастырь здесь не можешь поститься послабление тебе иди благословляю тебя ну только постись ну там уже придётся всё нам придётся тебе главное добровольно нехочешь а Бог хочет добровольно Он свободу дал тебе ты хочешь чтобы война была в монастыре, не добровольно. Бог так не хочет. Он хочет твое добровольное сердце, чтобы ты ему отдал. Добровольно. А ты сам населял. А давайте в войну я буду посетиться. В монастыре я буду, а дома не буду. Если не добровольно, то не зачтет все. Я знаю об этом, знаю. Ну вот. А говоришь, что может быть зачтет. Ты знаешь, говоришь одно, думаешь другое, а делаешь третье. Так. Вопрос от Анжелики о десятине. Интересный такой вопрос. Очень интересно. Очень интересно. Мне вот эта десятина, она интересна. Вопрос о десятине. Перебивает вообще это. Столько уже на занятии. Вопрос о десятине. Пять минут не могу задать. Если платим десятину, то требования должны быть бесплатны. все перевернули. Ответьте, Игнатий, конечно. Да. Люди, когда начинают что-то говорить, они забывают главное, что написано у Малахии. Господь говорит, вы обкрадываете меня. Больше ничего не надо говорить. Десятина нам не принадлежала ни в Ветхом Завете, ни в Новом. Земля Божьей. Но в аренду человек отдает что-то где-то и процент определенно отчисляет за здание, за площадь. Или бывает землю арендует. Заранее договариваются с урожая, сколько ему дать. С гектара, допустим, там, центр или сколько. Вот сейчас наш покупает, Игорь, там, еще добавляет гектар, наверное, сто с лишним. А на нем висят те, которые кому поедут, принадлежали. И вот здесь не надо ничего доказывать. В Новом Завете про нее не говорится. Не говорится. В Новом Завете про бороду не говорится. Не говорится, что жена нечистая. Ничего этого не говорится. В Новом Завете вообще не говорится, что нельзя делать изображение, младенцев крестить нельзя. Ничего не говорится. Но для этого есть церковь, у которой есть определенные правила, каноны. А здесь вопрос стоит. Так, десятина, много нет? Десятая часть. И Господь не просто говорит, платите десятину. Он дальше говорит, вы обкрадываете меня. И народ платит или не платит, ну все, а как мы обкрадываем? Бог на небе, а я на земле. Он говорит, десятиной приношениями. Вы проклятием прокляты, все воры. Проклятием, да еще и прокляты. Вы найдите в Библии такие места. Если проклят, все, а то проклятием прокляты. То есть двойная крышка таким людям, кто не платит. Бог, где бы мы ни работали, Он участник. Он сделал, что пульсирует кровь, работают руки, сгибаются пальцы, колени, глаза смотрят. Кто это дал? Почему же ты с Богом-то не делишься? Землю дал Он. Да жди в свое время Он, чтобы чтили Его и понимали. Почему эти пожинки у них и были в Ветхом Завете. Сноп потрясания. Когда по углам-то мне там скашали и трясли этим снопом в день Пятидесятницы. Что вот, Господи, лучшее мы тебе принесли. Лучшее. Агнца лучшего. Зачем Богу-то жертва нужна? А потому что это не наше. Не наше. Тогда было в Ветхом Завете Бог не меняется. Такой же был Бог и остался. И человек, который работает, он работает для тела. Написано, рот его побуждает трудиться. Значит, наши отношения с Богом, какие были, такие остались относительно плоти. Мы также зависимы от погоды, от земли, от воров, от ржавчины, от всего. И также зависимы от здоровья и нездоровья. Только не сжата полоска одна, грустную думу наводит она. Вспомните, Николая Алексеевича Некрасова. Нет здоровья. Его и через комут, проклое этого протягивали. Ничего не помогло. Итак, Господь говорит, что мы это помнили. Десятина принадлежит мне. Ну, мы все занимаемся чем-то. А священство занимается основное. Души привести к Богу. Почему ливийному колену Господь не уделил ни одного гектара? А в городах, где они были, там и все. А почему? Они должны распахивать на вину. То есть сердца людей, сознание. Сеять его. Вышел сеятель сеять. И поэтому десятина – это установление вечное, божественное, как и суббота. Ее никто не отменял. И только те, кто ворует, всю жизнь не платят. Они бунтуют. И видно, что это ворюга вылезла. И при том это не просто у соседа своровал, а у Бога. А все, что касается Божьего, называется святотатство. Допустим, есть специальные каноны из церкви. Даже огарок свящи ты не можешь брать. Ничего из церкви нельзя брать. Пожертвованный назад не возвращается. Вот человек раздумал, пожертвовал. А на завтра пришел дать. Ты-то можешь у соседа где-то спрашивать. А у Бога нельзя спросить. Он отнимет. И поэтому святая десятина, она устраняет всякую торговлю. Сегодня о торговле даже слышать не хотят. А Господь изгнал и продающих, и покупающих. И сказал, чтобы ни одной вещи через храм не проносили. Что доказывать-то? Ну, это ветхозаветний храм. Так ты не думаешь, что в Новом Заветнем он должен быть торговой точкой? Комком устроили. Все торгуют. И с одних только свечек, с крестиков доход 2000%. Ты маленько думай, когда Карл Маркс говорит, при 100% выгоды, он капитал показывает оживлением. При 200% он делает уже то-то. А при 400% выгоды нет того преступления, на которое не пойдет капитал даже под страхом виселицы. Вот и все. А здесь 2000%. Здесь 5 висели стоит рядом. И сколько хотят, столько и закрутят. А почему? Потому что это от сатаны. В древности у греков был бог Меркурий торговля. У него бог торговли. У него крылышки на ногах. Этого бога торговли мы не видим. Он свирепцует в каждом храме. А вот если десятина-то была, вот у нас она десятина есть. И поэтому у нас нигде с тарелкой не ходит. У нас вообще этого нет. У нас ни за что не платят. И у нас в уставе занесено, что если у нас будет священник другой и будет брать, мы сразу же с ним расстанемся. Почему? Это богохульство. И что тут понимать? За какую-то десятину держится. Что на тебе десятина? Так она не твоя-то. Не твоя. Если она твоя, Господь бы сказал, почему ты мне не отдал? А то говорит, обкрадывайте меня десятиной. Она Божья, приложил Бог. Почему Ян Затаус говорит, вот мы постимся великий пост. Триста шестьдесят пять дней. Тут нетрудно сказать. А сколько дней пост? Триста шесть с половиной. Запятую перенеси половина. Как? Суббота, воскресенье за пост не считается. Семь недель. Семь и пять тридцать пять. Одна только суббота в году перед Пасхой поста. Тридцать шесть. И с вечера до утра полдня. Полсуток. Тридцать шесть с половиной. Бог, говорит, требует десятину поста. Если ты не постишься, ты, говорит, Бога обкрадываешь. Он дал тебе триста шестьдесят пять дней. И тридцать шесть с половиной требует от тебя назад. Ян Затаус. Не надо мудрить. Игнатий Михайлович, подождите. Вопрос был такой. Если платишь десятину, то требуй бесплатно. Бесплатно все. Я же отвечаю. Нигде ни копейки, ни с тарелкой ходить, ни за свечи, ни за что. Свечи покупают там бабушки. Второй вопрос. Смотрите. Вопрос-то. Они платят десятину, другие не платят. Допустим, в одном приходе. И вот я плачу десятину, мне тогда требуй бесплатно давай. А другим вроде плати. А у нас этого нет. У нас этого вопроса не возникает. Все обязаны платить. А другим-то как быть? Другим как быть? Вот она ему десятину отдает. А ты мне тогда требуй бесплатно давай. Тоже же не делай. Он вор. Он святотатец. И священник должен разобраться и его исключить. Он должен стоять соглашенным. И все на этом кончилось. У нас почему нет? Вот у нас одна была. Она не может его... Она не может, она прихожанка. Она как его выставит соглашенными? Многих, конечно, всех надо порогонять. Я говорю тебе, вопрос задан, я отвечаю. Вот, допустим, зарубежные церкви, у них называются членские взносы. Книжечка, как профсоюзного. Там платили марки клеили какие-то. И священник наиспоед принимает, он ему показывает, все заплатил. В Германии там со всех верующих высчитывает. И государство платит как месячную зарплату священнику. То есть это вопрос решается очень просто. Вот у нас одна была, она уходила. Ты сам знаешь, как было. И она решила к нам назад вернуться. Я только один вопрос ей поставил. Скажите, вы там были когда, вы платили десятину? Она говорит, нет. Какая пенсия? Такая-то. Сколько была? Два года там или год. Посчитали столько-то. Вот сначала иди там, где ты была, заплати там, что воровку мы тебя принимать не будем. У нас в интернете выставлено. Да она тут поднялась, начала, как говорится, такое говорить. Ты сам знаешь. Я тогда взял деньги, отдал и сказал, идите и заплатите там. Там, в той, где она была. Мы воровку тогда принимать не можем. И теперь она такая радостная, она среди нас находится. Как? Да перед Богом. Вот и весь ответ. Так, Сергей, Михаил Федорович руку поднимает. Последний вопрос. Задам и все. Вот я сегодня ролик слушал, в православной церкви смотрел, да? И там священник говорит, добровольное пожертвование, вот свеча, вот записька, вот то, жертвуют. Просто и все. Люди жертвуют. Не торговля идет, а люди жертвуют. Так говорят в православной церкви. Но если я в православной церкви, куда я там должен ходить, хожу в храм, так оно есть. Я что-то не могу устанавливать-то, ну, или быть таким, вот как эта сестра твоя, ну, это ж с ума зайти. Вот у мормонов, допустим, церковь мормонов, у них там десятина твердая. Там прежде чем тебе крещение преподать, они у тебя спросят, а вот должен десятину платить. Будешь платить. И малахию прочитают. Если человек соглашается, значит ему крещение преподают, он член церкви. И в храм, чтобы появиться, нужно иметь такую маленькую бумажечку из прихода, от президента прихода, что ты платишь десятину, значит тебе это вот дадут посещение храма. А если не плачешь десятину, значит можешь ходить, не платить ничего, но в храм тебя не пустят. Храм это обязательно, нужно каждый год побывать. Только надо помнить... Ну, а у вас другое дело, вот в чем дело. Михаил. Я ж не член. Михаил. Надо помнить, что Христос дважды изгонял торгующих. Первый раз назвал домом торговли, и когда они не поняли, теперь опрокидывает скамейки, рассыпал деньги и говорит, вертеп разбойников. Это сидят разбойники. И все на этом кончилось. Ну вот я буду отцу Акима отдавать десятину, а в храм буду ходить, православный, ну, потому что я без бороды. Ну, усы теперь у меня. У нас была прихожанка одна, она уехала в Грецию. И она подошла к священию и говорит, вот десятина, там отец Георгий, кажется, он еще это такое, он не знает. Да как? Если он десятину берет, теперь все требы, все надо бесплатно, все таинства, все бесплатно. Она тогда положила к ногам и пошла, она спрашивает, что делать? Я говорю, к ногам написано у апостола, положите. А он возьмет, не возьмет, а это его дело. Только чтобы он это видел. Надо строго держать. Вот у нас все платят и вопросов нет никаких, оглашенные все платят. Давай подождем, как вся московская патриархия установит десятину, и все, и разговора не будет тогда, все будет. Я согласен платить десятину, в общем, дело. Меня спрашивают, а вот у вас, если женщина в брюках, вы ее выводите из храма? Я говорю, никогда. А почему? Потому что мы ее не запустим. Вот. Мы ее на улицу, юбку вынесем, переоденем ее, и она, вот, и приехал не кто-то, а секретарь УВД Барнаула, Саша Морозова. И она в журнал вышел, центральный журнал Министерства внутренних дел. И она там стоит одетая, никогда не догадаешься, она такая красавица, как будто из нашей общины. Она сразу переоделась, как будто приехали корреспонденты, корреспонденты, все, переоделись, притом сразу. Приехал к нам митрополит, и с ним приехали их хористы, но они по-своему одеты. Сразу Барабашова, у них там Машенька, она сразу их всех переодела, и они стоят, как будто они с нами каждый день, а их там было около десяти человек. В один день. Анатолий Кузьмич, вот, Анатолий Кузьмич, прошел мимо тебя, и рубаха заправлена в брюки, и ты ничего. Я все видел, я все наблюдаю. У кого, говорит? У Анатолия Кузьмича. Анатолий Кузьмич, Петеримов. А вот Петеримов, он подошел когда, его сразу на крысе остановили, я поясняю. И батюшка говорит, Анатолий Кузьмич, надо пояс надеть, а он забурчал, ушел, и больше ни разу в храм не приходит. Да. Он пришел, вот и все. На занятиях был. Ему сказали, поясок вот мы тебе дадим, ну подпояжься. Вот сегодня у меня был фотокорреспондент, он уже 27 лет фотографирует, потеряет, Волобоев Александр Павлович. У него престижные премии на мировых фотоконкурсах. И только приезжает, все до одного в поясах. Приехали профессор, там, академик. Еще на вокзале все, с собой табака ни у кого нету. Ну маленько, то есть скажите, что ты боишься, то это люди-то хорошие. И они везде с поясами. Ну и я одевал. И ты одевал был. Вот действительно так. Вот, а теперь... Все. У нас время уже, вы простите. Я вам просто дайте... Нет, ну может это добрая беседа просто еще. Только и поболтать. Ну после этого можете продолжить. Ну только и поговорить-то, он один-то стосковался по людям. А, по молитве, молитву и закончить хочет он, Сергей. Давай послушаем. Субтитры сделал DimaTorzok Дмитрий Тихонович, молитесь. Отец наш Небесный, мы пристали перед Твоим величием и просим. Во имя Господа и Бога нашего Иисуса Христа услыши, прими нашу молитву. Да не будет она во осуждение. Если мы в чем-то погрешили, прости нас, Господи. Ты осчастливил нас, даровал нам веру Твою святую. Ты позволил нам прикоснуться к православной вере. И сколько же поношения на нее. Ты сам вступись, Господи. Пришли истинных пастыри, архипастыри, рожденных свыше. Сохрани патриарха. Положи на сердце всем, кто приближается к православной вере, исполнять каноны и правила. Ибо в этом наше спасение. Тебе, Боже, слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Спасибо, Христос. Аллилуйя, благодарим. Во веки веков. Аминь. Все разбежались. Андрей. Аллилуйя. Редактор. Корректор А. Парьк.